многим наверное интересно откуда у меня появился данный кабан и откуда это увлечение пошло это был 2015 год рыбачили мы на волге где-то наверное середина мая был и руган у меня увидел как там у нас острова где-то километров может 67 шириной и как кто-то бултыхается в воде мы свернулись подъезжаем смотрим торчит килограмм на 5 вот такой пятачок уже нос из воды только был но я без задней мысли его тут же забрал потому что еще в минут наверное 10-15 и он бы сто процентов бы утонул потом многие говорили мне зачем тебе это надо отпусти а куда его отпускать он вы просто тупо сдох бы либо там лисы или кто-то собаки посажрали но я забрал домой привез на участок вольера у меня здесь не был здесь стояла баня большая все говорили что он у тебя сдохнет что ты его не выничаешь я его короче начал кормить червями рыбой он был злой как собака где-то наверное несколько месяцев он меня пытался сожрать был полосатый бурундук и что можно сказать вот о сикаче сикач это свиньё вот например можно приручить там в неволе рожденного можно приручить а вот чтоб такого монстра приручить вот сколько у меня еще есть кабаны другие в другом вольере и там полукровки есть ваш опыт именно такого сикача приручить это практически невозможно он по характеру признает только меня родители признает брата терпит а других кто пытается подойти ко мне он просто готов убить сразу он с виду вроде неповоротливый но за курицами он бегает как кошка догонит считанные секунды вот где-то привыкал он ко мне где-то год год их не доверял здесь я ему сделал навес и потом расширил снес баню дальше потом здесь я сделал специально для свиньи чтоб она пятачков здесь рожала и что касается свиньи вот она четыре года сикача не подпускал вообще в принципе хотя вот у меня еще я уже говорил есть другие кабаны к нему я привожу прям меньше года он их агуливает за 5 секунд и в вольере тоже сигалетки они все перечпокались и все в первый год жизни уже принесли не в первый год а грубо говоря и родились весной а уже на следующее лето у них уже у самих были пятачки кожаные что можно сказать о сикаче я уже обзор на него делал это машина просто совершенно вот как он тащится что батька с утра пришел к нему батяня и батька скажи часто говорит приходит любимого сикача скажи он знает что он любимый спокойный но стоит только появится чужому хотя мы делали посмертные селфи с друзьями он несколько раз одному другу чуть ногу не оторвал 2 просто на забор загнал тот успел выпрыгнуть больше экспериментами не проводим а так по характеру то может спать сутками есть он хочет только вечером есть очень мало из расчета например вот такой монстр огромный вот он очень огромного размер копыта несовместимы вот у него ноги не знаю смотрю на в копыта это блин размер среднего влася где-то килограмм полтора еды сутки съедает но ест зерно витамины там курочку любит живую за курицу мне короче хочешь сделает и вот кабан чистокровный настоящий кабан у него уши всегда даже при ходьбе до хуничка вот даже при ходьбе вот смотрим на его уши они всегда маленькие очень маленькие они никогда не шатаются как у свиней вот ему сейчас весной будет 6 лет самом расцвете сил никто его есть не собирается у меня его просили многие продай за бешеные деньги предлагали купить на чучело хотели потому что таких природе добыть просто некоторые не могут там но я говорю идите вы все лесом будет жить на сканьте ну пожизненно будет жить если чё-то с ним не случится вот свинья постоянно его охраняет вот она подбежала хотел меня ткнуть тихоря она очень ревнует когда я глажу сикача как бы вот она не была ручная самка ей веры нет когда ты трогаешь сикача либо ее поросят допнуть вот он вот он сикач убийца монстр и всегда вот как бы вот он не жил в неволе он всегда всегда на стрёме всегда кабан даже вот второе поколение 3 в неволе инстинкту кабана можно сказать искоренить нельзя он всегда на охране всегда на стрёме хотя здесь его никто не трогает никто не обижает кабан это он и в африке кабан кому будет что-то интересно спрашивайте расскажу покажу кабанов я также кормлю в неволе то есть и в лесу и в болотах потому сейчас зима например снежная они им очень сложно выживать если их не кормить а если просто тупо их убивать как многие у на ход хозяйства буквально позавчера была охота в одном из них мы видели я запускал беспилотник как долбили и свиней беременных которые через месяц рожать будут подряд пачками там прилетали шишки ему абсолютно похер как то вот так пишите спрашивайте задавайте вопрос